Гарри Кимович Каспаров А с Вишанандом он прыгал по моему партии 3, мне кажется Но выиграл, наверное, больше 10 15 Это даже для меня некоторая неожиданность И вот я прекрасно понимаю, что вы в первую очередь сейчас хотите послушать Гарри Кимовича Но я все-таки позволю себе маленькое такое вступление Гарри Кимович знает миллионы людей во всем мире Многие из которых только отдаленные по наслышке знают шахматы Например, чего там греха таить Он давно нравится моей жене И она меня часто задает вопрос, который я хочу сейчас задать Гарри Кимовичу Так что у меня тут есть и корыстные свои интересы Вот ее вопрос звучит так Я понимаю, что вопрос может быть немножко даже глупый Немножко провокационный И уже в всяком случае у него есть риторический характер Ну вот, например, мы знаем, что когда Вишананд выиграл матч у Владимира Крамника Он открыто заявил, что он готов вызвать на матч Гарри Кимовича И у меня такой чистый вопрос Как вы сейчас считаете? Вот если бы сейчас вам дать на подготовку 3-4 месяца, скажем так И сыграть матч с Анандом Как бы протекал этот матч? Какие вот ваши прогнозы на это? Понятно, что это риторический вопрос Не риторический, точнее, я хотел сказать, гипотетический Я на подобные вопросы отвечал на пресс-конференции А, серьезно, да? Значит, они так оригинальные Нет, на самом деле, как бы даже вчера, когда нам объявили, что я приду сюда в пресс-релизе То есть мне уже там как бы и через интернет его задавали На самом деле очевидно, что все-таки этот вопрос, он задается все-таки людьми, мне кажется, от шахмата далекими Потому что очевидно, что играть в серьезные шахматы после такого перерыва 7-летнего реально невозможно То есть это не вопрос дебютной подготовки Подготовиться можно, я слежу за какими-то новинками То есть я в состоянии быстро усвоить что-то Но приспособиться к 7-часовой партии, это все-таки другой совершенно алгоритм Мозг уже не готов к такому соревнованию То есть за 3-4 месяца его не перенастроить уже, вы считаете? Вряд ли, скажем так Может быть, это и можно, но это требует каких-то невероятных усилий И по крайней мере, я к ним точно не готов сейчас Все понятно Хотя вот постоянно любителям кажется, что это вот, ну, там, сел и сыграл, ну, что такое Нет, я отнюдь не любитель, но мне тоже было интересно, кстати, самому услышать ответ Как-то вот меня, вот я сказал на пресс-конференции, меня вот счет, который в истории зафиксирован, с ними устраивает Я не хочу Ясно Тогда вот у меня есть второй вопрос, точнее, два вопроса, объединенные, может быть, в один Как вы оцениваете саму идею проведения матча в Третьяковской галереи О связи вот шахматы и искусства И второй вопрос Встречались ли вы с главным спонсором Знаете ли вы лично главного спонсора матча Андрея Филатова? И если да, то какое у вас на нем создалось впечатление? Очень-очень поверхностное знакомство Мы с ним буквально там встретились на час, когда вот такое желание изъявило Я вообще положительно отношусь к любому человеку, готовому давать деньги на шахматы Это хорошая идея Как бы шахматы на сегодняшний день, они не могут похвастаться большим количеством спонсоров Которые могли бы обеспечить их нормальное развитие Что касается матча в Третьяковской галереи Это тоже неплохой тренд, потому что, на мой взгляд, будущее шахмат Во многом зависит от их способности Сейчас приспособиться к доминирующей тенденции в мире Когда образование и культура становятся главными приоритетами в общественном развитии И поэтому вот все, что связано с этими двумя элементами Если подчеркивать эту связь шахмат с ними, это для шахматы будет хорошо Да, в общем, мне тоже кажется, что это позитивный, безусловно, момент Третьяковской галереи, что это шанс, новый шанс создать что-то Это вопрос престижа, в конце концов Я тоже скажу, что дело не в том, что именно в самой галереи Вот с моей точки зрения А в том, что в таком месте, в знаковом То есть это мог быть и Большой театр, и Лужники Не важно, нет, в данном случае есть некоторый элемент престижа Потому что шахмат страдает от того, что престиж явно утерян И вот возрождение такое, оно только приветствоваться может Ясно, ну что вы нам тогда скажете о позиции, наверное? Ну вот мы начали обсуждать, H5, я за Ладзи Д8 ходит Ну то есть и пешки вот там... Ну а что, Ладзи Д6, БЦ, а дальше что? Ну да, там еще можно H6, G5 А, G5? Пешками, да, немножко? Ну опять, мне кажется, Анант вообще стремится к ясности К ясности, да Ну не так страшно, ну пешки чуть испорченные, но по большому счету Вряд ли это так уж клинично Вот, конечно, может быть, какой-нибудь более такой шахматист, там, там, Карпов, может быть, постарался бы этого избежать Ну с другой стороны, просто у белых сохраняется некоторая активность Если там играть было Ферзи Д7, например, вместо Ферзи Д6 Ну там все равно какая-то активность сохранится, там H5 где-то белые пойдут То есть, в принципе, еще черным нужна точность А вот вы нашли возможность в один ход здесь проиграть за черных? В общем, таким логичным достаточно ходом Ладзи Д6 какой ход? Ладзи Д6? Ладзи Д6? Да Слон Б4? А, да, Слон Б4 Ну да Не, ну ладзи Д7-8 ход я как-то логичным Ну, Ферзи Д4 же хотят Не, я понимаю Но все-таки уж В той ладзи тогда Уж той ладзи как-то ходить, да Ну, чтобы пешка не висела Не, мы, кстати, вот там обсуждали, когда дебютную стадию У меня все-таки сильное ощущение, что позиция жертвы пешки не является принципиально новой Или является В смысле, были ли такие партии уже? Да, были такие Я не помню Не, ну потому что как-то я помню, что там мои познания А старые, чтобы до 10-го ходу черный Коми Б4 обычно ходили Но вот в современной теории все-таки появились проблемы у них Вот, а СД это такой более модерновый способ, да? А вот эта жертва пешки, интересно, что избрал Анант? Ну, он явно подготовился Ну, явно подготовлено Потому что скорость была А вот вы бы, чтобы за доску его взяли бы пешку Или тоже, как Борис, предпочли бы вот такой А что делать? А что делать? Отдать или не отдать? Ферзь Е2 же есть Ферзь Е2, ну вот это принципиальный момент Мы тоже там обсуждали его, значит, сейчас Ферзь Е2, значит, ну, Ферзь Е4 Попытаться зацепиться как-то Ну, Ферзь Е4 Ну, мне кажется, что, в общем, никаких проблем учит Я думаю, что, кстати, скорее всего Может быть, Ферзь Ф3, нет? А, ты дал Ладья Д8, да? В конце сбил Ладья Д8 Я просто не понимаю, ну, какие здесь шансы на победу? То есть, Ферзь Д1, наверное, да? А как, Ферзь Ф3, если все-таки А он сбил Ладья Д8 Взял, Б3 Взял, Б3 Ну, Ладья Д1, Ша все-то А что там грозит там? Ну, любой ход сделал Слон Б2, Ладья Д2 же Да, это напоминает партию с Карповым одну из партий Не, Ладья Д2 Ну, наверняка, ну, можно проверить Ферзь Ф3 Значит, скажем так, если взял Взял Ладья Д8 Значит, взял он Д8, да, естественно Ну, Ладья Д2, слон Б4 Ну, Ладья Д2, да Взял Б3 Ой, секундочку Б3 Шаг и Ф6, типа Шаг, да Ну, какая-то форточка, да На ночь, скажем так Ну, Ф6, да Ф6 и Ф5 Ну, и Ф6 предположим Ну, и что тут? Слон Б2, Ладья Д2 Слон Б2, Ладья Д2 Это напоминает матч Анатолия Карповым Только там кони были на гостях, типа Ну, там кони против слона был Да Не-не-не, были кони против коня Кони против коня, да Да, да, было, да В этой, в... Сейчас В шестой партии Это второй матч, когда вы стали чемпионами мира Да, второй матч шестой партии, да Да, 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 да Слон Стрелы, Ладья Д2 Ну, да Ну, да Ну, да Не дает проблем нет Все-таки пешки порчены Нет, есть проблемы Проблемный ход, мне казалось, что ферзь Д1 Ага Вот здесь Ферзь Д1 попробовать Слон Е7, что ли? Да, выглянем Слон Е7 И может быть, Ф3 пойти Ну, как-то попытаться Ну, Ф3, но здесь Ферзь С2, да Мне кажется, ферзь Е6, Е4, как-то все-таки, да А здесь пусть Ферзь С2, ну То есть, практически с точки зрения вы считаете решение Е4 Е4, побил Ладья Ц2 Ну, ничья Причем, судя по, как бы, опять, скорости игры Ананда Ну, понятно, что это важно Ну, да Ну, да Ну, пешку в дебюте отдать центральную Ну, так ясно, что там все посмотрели Я думаю, как раз То есть, практически с точки зрения вы тоже, скорее всего, что-нибудь такое бы, как Гельхан сыграли бы, да? Ну, просто уже, как бы, если ты уже такую жертву пропустил, Ананту пожертвовал, то уж, по крайней мере, С2, С3 упрощает все, потому что шансы на выигрыш в этих позициях То есть, это, в общем-то, да То, что мы и говорили, что Ну, кстати, можно заметить, что Ананда начал там задумываться, вот Хотя Свидлер сказал, что это первая линия с Ланда 2 компьютера Первая линия, да Ну, я думаю, что, как бы, первая линия, но, вряд ли он серьезно это, как бы, он проверил, ну, как в таких случаях бывает, проверяешь Ну, дальше ничего уже, нет, ну, лишнее, пешка теряется обратно При том, что, я полагаю, как это главный вариант, который он нам к матчу подготовил, то ясно, что эта линия рассматривалась, ну, наверное, в первую очередь все-таки Потому что все-таки эти варианты с С2, вот, ну, с С5, это Ну, тут же очень важно, тут даже, я даже обратил внимание, такая тонкость, слон Е6, вот, Анан сделал Чтобы на конь С6 конь Е5 не было, то есть, там, чтобы ладить С8 уметь там А мы старше раз это говорили Да, 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 то есть, не, ну, это означает, что там, как бы, максимально, там, аккуратно, то есть, это Все отшлифовано Да, естественно, отшлифовано, потому что, ну, такие тонкости, как слон Е6, они, там, не рождаются, там, вот это вот Это после, как бы, как, только в главной своей линии, которую ты, там, отрабатываешь ход за ходом, вот Да, поэтому получилось Не знаю, вот я, какие-то у меня ощущения, что я где-то, как бы, ну, может где-то это обсуждалось, потому что это все-таки достаточно А попрограли по базе, да? А мы не пользуемся ни компьютером, ни базой, чтобы, иначе мы слишком умными станем А, нет, ну, просто я, по базе, у меня такое ощущение, что все-таки что-то, что-то похожее, я где-то видел Не, ну, может, комментировать для широкого круга, в первую очередь Ну, хотя, ощущение, что, как бы, такие позиции жертвы пешки, они, как бы, возникают, как бы, в разных модификациях И, может быть, я просто путаю что-нибудь Не, ну, в шлекторе же возникают Ну, со слоном Е7 как-то Неизвестная позиция А вот здесь, вот именно со слоном на C5 У меня почему-то ощущение, что это где-то, где-то я точно видел Хотя, сейчас могу, может быть, есть галлюцинация Что, Ананда, сколько времени? Галлюцинация? Не, ну как, галлюцинация... А, вот А, 1,40 Не, это старая Не, не, вот, вот мы видим на экране, вот на экране прямая трансляция 0,52 0,52 1,16 H5 пошел в Гельфонде H6, наверное, да? H8 сыграет H8, да? Ну, не знаю А, ну да, H6 очень неприятно немножко, да? H6 все-таки Чуть-чуть Ну, тоже, на самом деле, тоже ничего, наверное, особенного Ну, в конце концов, что? Ну, хорошо Вот H6 Ну, пошел H5, да, уже? Ага Надо сделать доход здесь низкий Ну, или можно вот там receiving гнус нажать А, да Да Ну, теперь нужно убрать, чтобы... Что? Опять эту галочку убрать Какую галочку? Ну, вот, которую вы только что нажали А! Нужно убрать, чтобы теперь самому можно было делать ходу А, понятно H5 Да Ну, H6 тоже, возможно, как бы Тоже стилем Ну, H8 мы там говорили как раз об этом Не, H8 Ну, Горьким еще все-таки очень хорошо знают Мне кажется, манера игры H6 Вот здесь важный вариант, мне кажется Да, вот этот, ладья FD8 Вот этот вариант, который мы обсуждали Ладья BD8 Ладья BD8 Ферзь бьет C6 В Bc И на H6 Вот А, кстати, жажь просто А что, жажь? Можно же аж побить Я думал G5 пойти G5 А что? Пространство захватить Ну-ка, король F7, король G6 Хотел пешку сожрать А если сломит F6, то ладья F8 Тоже неплохо так получается вроде По весу у черных Но все-таки вот мне хочется Какие-то проблемы с черным поставить Венш перед Ну, наверное, не получится Ну, наверное, не получится Не, ну, ладья F7 Не, ну, ладья F7 Не, ну, ладья F7 Но пешка F2 же слабая Да, еще время Ладья F1, наверное Дело в том, что ладья D5 Начнет быстро нападать там На самом деле Ну, у нее уже тоже там То есть Все-таки черную линию держат Так, на всякий случай Ну, в общем, были бы Хони на доске Были бы проблемы серьезные, наверное А при слонах, наверное, проблем больше нет Дело в том, что все-таки Черный слон к пешке F2 пристает Там достаточно хорошо стоит Вот Ну, и все-таки ладья В центре И пешка H5 не пальчу делает То есть Если она на H6 не идет То что он-то залезет То есть можно, что Борис Гельфанд Максимум как бы извлек Из этого варианта Может быть Ну, немножко совсем Но больше, может, он Ничего и не мог получить Ну, то есть, может быть Тут тоже сразу ничья получается Ну, да, в принципе Мне кажется, что все-таки То есть Какие еще тут Возможные варианты есть Или ладья D1 пойти Ну, тогда ладья D5 А, это мы как раз Обсуждали с Сашей Да То есть С лону и шпили вообще нечего опасаться Нет, нет Не, ну, вот Как бы Ферз C6 Вот такой плотный ход По Ананду Потому что Как бы он Сразу Как бы решает Да, мы его как раз предлагали Ладья BD8 пошел Как? Ладья BD8 Ладья BD8 Ладья BD8 Сейчас будет Мы как раз обращали внимание Что слон D8 Ферз G4 Это перевес у белых А А Он еще не взял Ну, возьмет, наверное То есть 90 Ну, Ананду очень хорош Когда надо вот оценивать Вот Как бы Такие сравнительные вещи Такие слабость маленькая пешечная Но Вот активность фигуры Он быстро-быстро снимает То есть Он чувствует Мелкую тактику очень хорошо видит Нет? Ну, даже здесь не мелкая Здесь я бы сказал даже мелкая стратегия Мелкая стратегия То есть он вроде пешки испортил Но Динамика более чем достаточная Чтобы легко удержать позицию Ага Ну, в принципе, черный Мне кажется даже не хуже здесь Позиция Слишком красиво Корольный F7 Быстрее Потому что Белый Малыш сейчас Как-то все-таки Ну, оптически хуже только так Чисто вот Чисто визуально А так, конечно Корольный F7 Ну да, пешка C6 Слабость Прогноз на то, что скорость будет А как до нее добраться А, да Скорее всего он видит БЦ БЦ Да Ну и дальше Ну на А6 действительно ЖАЖ можно побить еще Ну да Между прочим Слон F6 пока Ну и F2 еще могу взять Слон F6 Может на ладид 2 пойти Да Тем более Еще сильнее Ну да, ладид 2 нет Ладид 2 правда Ладид 1 Ну король F7 Ну да Слон F7 А может быть Слон F2 Слон F2 Самое простое Не мудрство и лукало То есть Гельфан ход не сделал, да? Ну да Он вышел сейчас У него вообще нету доски Ну в общем я думаю Он предложит ничью через пару ходов Такое ощущение Хотя Был бы рад ошибиться конечно А вы кстати Что вы думаете о манере многих шахматистов Вот Делать ход и вставать Даже если у соперника Единственный ход Типа ну взять Ферзер вверх Не знаю, может человек Должен выйти срочно Я не знаю Это постоянно Постоянно Я не имею в виду обязательно Постоянно Не совсем правильно Как бы все-таки Ну Это же был Знаменитый конфликт На матче Корчной Спаский В Белграде Да Когда Спаский Выводил Корчного Что садился Куда-то там Вне доски Просто С видом медиума Как писал Да Да Специальный бокс Это называл В своей книжке Ну в принципе да В принципе такие вещи Ну желательно все-таки Действительно Побольше времени проводить у доски Ну нет Если нету объективных причин Зачем надо В доски вставать Ну вот А вот еще хотел бы сказать Чем меня раздражают Эти крутящиеся кресла Что когда соперник Уходит И к тебе стул поворачивается Спинкой То это как-то очень странно выглядит Только у тебя как бы перед лицом Спинка Я не знаю Я вот Когда играл с Карповым У меня всегда были простые С подлокотниками кресла А у Карпова какие-то сложные Такие вот Конфигурации Какое сложное кресло Сложной конфигурации То есть такое Я всегда считал Что лучше с хорошими Подлокотниками И попроще Чтобы там можно было Ровно сидеть А у них одинаковое кресло Да? По-моему да Ну мы знаем В истории шахмат Были примеры Когда кресло там вообще проверялось В матче с Паски-Фишер Когда кресло проверили Рентгеном На предмет Что-то обнаружения Такие же ходили вообще Разговоры И в матч Я помню 78-го года в баге Что-то похожее было Ну там до этого не дошло Ну какие-то там Ходили в общем Такие Ну а сейчас Борегом G4 сыграет